Летняя школа это всегда открытие, открытие в первую очередь для тех, кто впервые сюда попадает. Для всех это безусловно трансформация от того, что здесь собирается 100 ярких человек. И конечно сама среда трансформирует людей и вот случается такой эффект наполнения друг другом. Мы все время стараемся быть актуальными и вот тот результат, который благодаря этому я вижу в этом году, что участники летней школы, как финалисты игры, как победители конкурса, у них шире кругозор. Они не мыслят только категориями дошколки, они мыслят категориями уже образования в целом. Я очень хотела найти людей, таких же, как и я, зажигалки, которых не задушишь, не убьешь. Вот мы здесь встретились, это было такое наслаждение, когда у нас такая группа людей, 100 человек, это такая сила и мощь. Мы узнали столько нового, столько идей. Мы только успевали, что добежать до одного места, получить, впитать как губка, записать. Хорошо, я об этом подумаю завтра, переобразую, это я буду использовать, это я буду использовать. Выбор летней школы, это осознанный выбор. Деньги, деньги я заработаю, а вот общение с единомышленниками, получение нового опыта, это дорогого стоит намного больше, чем вот этот денежный приз. Прям такой драйв. Конечно, не хватает сна, не хватает отдыха, но заряженные люди и все знания, то есть я прям вот как губка впитываю то, что вот мне судьба преподнесла этот подарок, то есть он для меня действительно подарок, не лукавя. Когда мы доходили до финала, там была кнопочка на выбрать деньги или выбрать летнюю школу. Я однозначно выбирала только летнюю школу, потому что я мечтала здесь. И когда я выполняла все конкурсы, у меня была картинка в голове, что я здесь. Вот я была уверена, что я сюда попаду. Ну, человек интуитивно и психологически чувствует резонанс на то, что ему больше подходит. И также интуитивно и психологически чувствует, что ему вообще не подходит. Состояние не подходит. Это симптом сжатия, скукоживания, такого испепеляющего страха, стресса. Вот этот хронический стресс, хронический стресс, да? Это тело и весь твой организм говорит, что не подходит. Или состояние, что подходит. Это состояние прилива сил, состояние такой присутственности, легкость, изящество такое. Ты прям чувствуешь, что вот легко. Содержательную часть программы мы построили так, чтобы все спикеры, которые приезжали к нам, они имели отношение и в дошкольной, и в школьной среде. Чтобы участники, которые работают, педагоги, которые работают в дошколке, понимали, какие сложности есть у учителей в школе. У нас до сих пор каждая ступень или уровень образования замкнутая, самодостаточная. И начальная школа не знает, что происходит в детском саду, детский сад не знает, как это выражается дальше и следующая ступень. Поэтому вот то, что теперь есть возможность общения воспитателей и учителей, позволит в ближайшее время грамотно организовать образовательный переход. Это очень важно нам, дошкольникам, потому что туда уже люди приходят, дети уже туда приходят, и от них определенные требования, они должны соответствовать определенному уровню. И если мы что-то не дали, то очень трудно учиться первокласснику, поэтому обратная связь очень важна. Наша школа должна стать домом, который уютный, атмосфера, которая располагает. Чтобы хотелось туда прийти, приехать, должны быть приходить сюда. Те, кто учились, кто-то раньше, лет 60-50 назад, они приходят и помогают, делятся опытом, подсказывают, чтобы школа стала настоящим университетом. Сейчас уже можно сказать, что мы практически являемся полноценным университетом. У нас есть программы, которые созданы нами с экспертным сообществом. Конечно, первые шаги наши мы начинали с поддержки экспертов. Это, безусловно, ценный вклад. И они, конечно, приезжают к нам на школу, рассказывают о том новом и важном, что сейчас есть в науке, о тех исследованиях, которые они проводят. И нам важно все это делать доступным большому количеству людей. Для любой деятельности такого рода очень нужна поддержка. Без поддержки мало что выходит. Можно получить поддержку от коллег. И вот вы создали некоторые сообщества, и они обязательно, мы имеем просто такой опыт, когда проводили конкурс директора школы, да, вот это создающее сообщество, они начинают друга поддерживать, это помогает им выжить. И, конечно, для них важна ужасная поддержка сторонних организаций. У меня есть надежда о том, что в этом году мы будем укреплять сообщество школы рыбаков фонда. Здесь есть представители учительской аудитории, учителей, и я очень надеюсь, что они увидят, сколько сделано, что сделано, и как сообщество университета детства продвигается, как оно разрастается. И вот этот интерес, он будет передаваться в сообщество школы рыбаков фонда. Мне кажется, что на летней школе люди получают вдохновение и заряжаются вот этим азартом внедрять и воплощать. Вот это самое главное. Счастье – это умение каждый день получать от жизни удовольствие, да, в своем труде, в любовании той же природы, в общении с людьми. Мы задаем себе вопрос, мы этому учим детей? Безусловно, нет. И выход здесь один. Это только пример. То есть, когда мы живем в философии, что мы сейчас будем мучиться, чтобы дети наши были счастливы, то мы чему учим детей в этой ситуации? Мучиться. Вот поэтому взрослые, да, тут выход один. Взрослые живут, чтобы быть счастливыми, и дети, глядя на них, учатся делать то же самое. Редактор субтитров А.Семкин